Когда вы надеваете украшения, вы хотите быть похожим на плохого парня или на идиота? Ответ очевиден, конечно, вы хотите потрясающе выглядеть. Ну, тогда я прикрою ваш тыл, господа, у меня сегодня для вас 5 видов мужских украшений, которые при правильном ношении сделают вас неотразимым. Пожалуй, начнем с браслетов. В самом базовом определении, браслет — это украшение, которое надевается на кисть. Также есть браслеты для лодыжки, их тоже называют браслеты. Я начал с этого, потому что с них все началось. Русские археологи нашли углеродные браслеты, которым порядка 40 тысяч лет. Первые люди носили украшения уже так давно. Люди хотят посылать сигналы, может быть, о том, что они богаты. Они хотят показывать, что у них есть статус. И это делается при помощи браслетов. Помимо орнаментов, у браслетов есть и функционал. Когда вы только рождаетесь, то на вас вешают браслет с вашими данными, чтобы отличить вас от всех остальных новорожденных. Сейчас же очень популярны всякие спортивные браслеты. Компании используют их, чтобы напоминать о чем-то. И в этом сила браслета, как и украшений в целом. Они служат как напоминание того, что происходит в вашей жизни, и что для вас важно. Браслеты бывают разных стилей и сделаны из разных материалов. Начиная с дорогих камней и металлов. Кожа, бусы. Золотой браслет простого плетения может быть отличным выбором для парня, который только начинает. Но он понимает, что ему нравится золото. У него кожа теплого оттенка, и он отлично смотрится. Может у вас более холодный тон кожи, тогда вам подойдет серебро. Может вы хотите что-то другое, скажем, необычную цепь, а что-то более сложное. Как насчет черной стали со специальным посланием на нем? Лично я очень редко надеваю браслеты, но я всегда даю вторую попытку. Поэтому я выбрал несколько моделей, которые не привлекают к себе слишком много внимания. Я ношу их всего пару дней, и знаете, что я вам скажу? Я своего рода забыл, что они на мне, и мне даже сделали комплимент. Поэтому вам даже не надо носить что-то очень броское. Лично я выбрал себе оловяные браслеты. Так что они не очень бросаются в глаза, а к нему в комбинацию я надел кожаный браслет. Кожа это отличный выбор, она прочная и удобная. У людей бывает иногда разная реакция на металлы, поэтому кожа это отличный выбор. Поэтому если выбирать кожаный браслет, следует учитывать, что он может быть контрастный и неконтрастный. Вы можете выбрать себе что-то более приглушенное и добавить это в свой гардероб. Давайте теперь поговорим о кольцах. Кольцо это круглый обруч вокруг пальца. Есть четыре типа колец. Вы это знали? Давайте я вам объясню. Не все кольца будут состоять из четырех частей. Если это простое кольцо, без камня и без гравировки, тогда это простое кольцо. Итак, другие три части, если у кольца есть центральная часть, в которую обычно помещают драгоценный камень или гравировку. Эти части называют плечи, желобок и крепление. Плечи это часть, где кольцо начинает изменять свою траекторию, оно выравнивается. Желобок это часть, где располагается крепление. Ну и крепление это часть, куда помещается драгоценный камень или гравировка. У колец нет такой длинной истории, как у браслетов, но они появились довольно-таки давно. Примерно пять тысяч лет назад. Египтяне и другие цивилизации начали использовать кольца. Изначально это был символ власти. Если вы могли позволить себе какое-либо украшение для ваших рук, то это был моментальный признак вашего состояния и какой части общества вы принадлежите. В средние века произошло что-то более интересное. Появилось поверье, что некоторые камни обладают определенными силами. Тогда люди начали вставлять камни в кольца. Это также показывало власть, но также считалось, что такие кольца служат оберегами, и они могут защитить хозяина от таких бед, как чума. Затем, в шестнадцатых-семнадцатых веках, когда начали появляться книги о замужестве, кольца заняли свою нишу, что означает кольца на разных пальцах. Ребята, не волнуйтесь, у меня для вас есть видео на эту тему, ссылка на него в описании. Так что, когда закончите с этим видео, переходите по ссылке и смотрите его. Далее у нас идет ожерелье. Как и браслеты с кольцами, у него длинная история. Это примерно 500 лет назад, а в некоторых записях даже больше. Кто носил такие вещи? Мы говорим о самаритянах и вавилонцах. Это месопотамцы и египтяне. Все любили ожерелье. Но вот интересный факт в том, что ожерелье часто были связаны с религиозным подтекстом. Эта вещь украшает человека, она изготавливается из различных драгоценных металлов, камней. Также могилы, можно найти различные захоронения, в которых лежат мумии с ожерельями. Их отправляли в загробную жизнь в лучшем виде. Блиц-опрос, а вы знаете, какие виды ожерелий существуют? Итак, первый вид это колье-чокер. Мужчины могут надеть чокер, но в целом это женское украшение. Длина примерно 30-35 сантиметров. Далее идет ожерелье принцессы. Ну, я бы сказал, что ожерелье принца, потому что да, мужчины могут носить такую длину. 45-50 сантиметров. Далее идет ожерелье матьюне. Его длина примерно 55-60 сантиметров. А все, что больше 60 сантиметров, это уже будут ожерелья опера или роуп. Ну и как же надеть ожерелье и выглядеть хорошо при этом? Ну, лично для меня это, во-первых, испытывать комфорт и придерживаться простоты. Если вы выросли на себя ожерелье и решили разнообразить вашу браслетом, и надеть что-то, что привлечет внимание к вашей груди, потому что вы следите за своей формой, тогда ожерелье это отличный способ. Может, у него есть религиозный смысл для вас. Я знаю, многие люди носят крест. Может, вы хотите просто повесить кольцо на ожерелье, потому что это для вас имеет определенное значение. Друзья, найдите то, что нравится вам и носите это с уверенностью. Практикуйте это дело. И если потребуется, то настроите длину под себя. Далее у нас идут запонки. Запонки развились вместе с мужскими рубашками. Следовательно, у них не такая длинная история, как у предыдущих украшений. 17-й век. Примерно в это время появились первые запонки. Но по-настоящему только в 19-м веке они начали входить в обиход. Мужчины начали осознавать, что они могут использовать их как украшения. И не только на манжетах, а также и в передней части рубашки. Когда надевается смокинг, то часто используются дорогие пуговицы и всевозможные украшения на различных частях рубашки. Существует большое разнообразие запонок. Первый тип – это двубортные. Их легко узнать, у них один конец будет шире, чем другой. А сами они сделаны из цельного куска металла. Другие типы запонок, которые есть, это со сгибающимся стержнем. Еще один – это с крутящимся стержнем. Также и с маленькими цепочками. Еще можно встретить запонки из ткани. Они вполне хорошие, только стоит учитывать, что это уже кэжуал запонки. И вот в чем секрет запонок. Чтобы их надеть, у вас должна быть причина. Во-первых, еще у вас должна быть подходящая рубашка. У вас должна быть рубашка с французскими манжетами. Это рубашка, у которой манжеты сделаны специально для того, чтобы застегиваться при помощи запонок. Но можно ли надеть их с более кэжуал рубашкой или просто на бизнес-встречу? Скажем, бизнес-кэжуал. Да, запонки можно носить и в более повседневных ситуациях. Давайте теперь поговорим об игле для галстука, о прищепке для галстука, о зажиме для галстука. И есть еще много других названий. Да, я говорю об украшении, которое сделано специально для того, чтобы ваш галстук был на своем месте. Мы переносимся в далекое прошлое, когда галстуки только появились. До галстуков были шейные платки, а до них были просто шарфы, которые обвивали вокруг шеи. Мужчины носили иглы, которые пронизывали шарф и платки, чтобы те держались на своем месте. Это было функционально. Это была маленькая деталь, которая не привлекала к себе много внимания. И с эволюцией галстука эта заколка развивалась вместе с ним. Единственное, что мне не нравится в иглах для галстука, это то, что она делает в нем дырку. Так что все эти иглы для галстука, я бы не рекомендовал их вам лучше использовать клипсу. Такая клипса, она не портит галстук, она просто крепко сжимает его и держит галстук на своем месте. Если вы идете на ужин и собираетесь нарядиться, вы ведь не хотите, чтобы ваш галстук попал в суп. Итак, где же расположить эту клипсу? Лично я стараюсь ее держать на уровне ниже второй пуговицы и выше четвертой. Вы можете поиграться с парой сантиметров, конечно. Мне больше нравится, когда она выше, чтобы она все-таки привлекала немного внимания. Особенно, когда вы в пиджаке. Насчет правил, что она должна быть под наклонами или ровной, тут уже на ваш вкус. Что мне нравится в этих клипсах, это единственный вид украшений, который был официально разрешен военными во многих подразделениях. А что насчет сережек? Друзья, я хочу услышать ваше мнение. Что вы думаете на тему мужчин из сережек? Стоит ли мужчинам носить серьги или нет? Но я хочу это услышать от вас в комментариях. Друзья, я приготовил для вас отдельное видео. Десять стилей часов, о которых должен знать каждый мужчина. И если вы ничего не слышали об авиаторах или хотите больше узнать о карманных часах, вот вам видео, смотрите его. Оно крутое. В нем я рассказываю о различных стилях, которые вы просто должны знать.